Доброе утро, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости, подготовленные специально для вас каналом Инстафорекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. В понедельник уверенный рост продемонстрировали золотые котировки после публикации слабых производственных данных США, которые только подчеркнули то, что ФРС пока что может воздержаться от повышения ставки. Помимо этого, силу драгоценному металлу передала еще и слабая макроэкономическая статистика Китая, повысившая опасения по поводу здоровья экономики Поднебесной. И все, как по сценарию, инвесторы перешли на более безопасные активы. Правда, ненадолго, так как, коснувшись максимальной отметки выше 1287 долларов 50 центов за тройскую унцию, котировки стали опускаться и к окончанию торгового дня золото торговалось ниже достигнутого пика. Но выше минимальной позиции – 1275 долларов 3 цента за тройскую унцию. На время рынок расстроил вышедший показатель по деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка, потому что результат показателя продемонстрировал снижение на фоне ослабления мирового спроса и сильного американского доллара. Так, показатель деловой активности в промышленном секторе в зоне ответственности ФРС Нью-Йорк в мае сократился до 9,02 пункта с 9,56 в апреле. Экономисты ожидали, что индекс будет позитивным и продемонстрирует рост до 6,5 базисных пункта. Стоит отметить, что индекс ФРБ Нью-Йорка является первым среди ежемесячных отчетов региональных банков Федеральной резервной системы. Поэтому экономисты их используют в качестве ориентиров для прогноза экономической ситуации в стране. Как было отмечено ранее, слабому показателю предшествовал сильный доллар США. Правда, в последнее время его таковым назвать сложно. Так, к окончанию торгового дня, индекс американского доллара не смог вырасти, как предполагалось валютными стратегами, и торговался на уровне 94,44. Сегодня ситуация может измениться, и инвесторы надеются на хорошие результаты макроэкономической статистики США. В случае, если базовый индекс потребительских цен и число выданных разрешений на строительство продемонстрирует рост, значит, это позволит инвесторам обратиться к покупке американского доллара, так как надежды на скорейшее ужесточение монетарной политики ФРС усилятся. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале ИнстаФорекс ТВ. До свидания.